Этим учащимся всего 8 лет, но их уже смело можно назвать маленькими учеными. Каждый проект по-своему интересен и неповторим. Выбрать трудно. Мнение жюри пока остается в тайне. Строить свое будущее Настя Журавлева начала уже сейчас. Несмотря на то, что учится во втором классе, точно знает, что будет химиком. Именно поэтому девочка и решила рассказать жюри, как сделать индикатор в домашних условиях. Я решила сделать такой индикатор, чтобы проверить качество молочных продуктов и среду моющих средств. Это казалось актуальным, потому что в быту мы пользуемся различными веществами. Водой, моющими средствами, продуктами питания, которые имеют свою среду, кислую или щелочную. Я прочитала книгу «Девочка с земли», и там животное было по кличке «Индикатор». Я не знала, что это такое, но мама мне объяснила, что индикаторы – это не просто кличка, а это вещества, которые меняют свой цвет, когда попадают в кислую или щелочную среду. И я решила изготовить такой индикатор. А Леша Уланов захотел узнать, в какой посуде лучше заваривать чай и доказать правильность своего ответа членам жюри. Раскрыть секрет мальчику помогли исторические факты, мнения сотрудников музея и мастер-класса специалистов народных промыслов. Пройдя длинный путь, Алексей докопался до истины. Проводя свои эксперименты, я пришел к выводу, что в одном эксперименте я узнала, что он должен быть глиняным, а в другом эксперименте я узнала, что он должен быть круглый. В первом эксперименте я взял три чайника из стекла, керамики и глины, чтобы узнали, в каком из чайников быстрее заварился чай, в каком из чайников крепче заварился чай, какой из чайников будет дольше сохранять температуру, и потом я попробовал чай на вкус. Это второй этап малой декады наук Эврика. Всего на суд-жюри было представлено 32 работы, из которых только 12 вышли в финал. Сначала на первом этапе мы пытались смотреть в бумажный носитель, но нам не хватало живого общения с детьми. И поэтому стендовая защита подразумевает, что дети, мы видим уже, на сколько процентов сами они работали с этим проектом, как они вжились в этот проект, как он им интересен или неинтересен. Поэтому дети на стендовой защите больше раскрываются. Второй этап, он более серьезный, более ответственный. Если на защиту стендовую ребята приходили с каким-то материалом, чтобы просто за 10 минут рассказать, здесь они могут раскрыться полностью, показать все этапы исследования. И, конечно, сегодня более ответственный день. Победители продолжат соревноваться на областном уровне, а проигравшие готовятся к следующей девятой малой декаде наук Эврика.